Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как меняются правила экзаменов в ГИБДД и процедуры выдачи прав? За какое время экипаж ДПС приезжает на место ДТП в Самаре? Какие требования предъявляются на дороге к водителям электросамокатов? В нашей студии Сергей Шепелев, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Самара, подполковник полиции. Сергей Александрович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Ну и знаете, с чего бы хотелось начать? Давайте поговорим о ситуации с аварийностью на территории городского округа Самара. Какие самые частые нарушения допускают участники дорожного движения? И какая профилактическая работа проводится сотрудниками ГИБДД? Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте. Значит, небольшую статистику хочу привести по цифрам. Значит, по итогу двух месяцев 2024 года на территории городского округа Самара зарегистрировано 144 дорожного происшествия, в которых погибло 2 человека, 195 граждан получили ранения. Если сравнивать с логичным периодом прошлого года, 2023, на территории городского округа Самара зарегистрировано 167 ДТП, в которых погибло уже 3 человека, 198 получили ранения. То есть, по общему количеству ДТП наблюдается снижение на 23 факта. По числу раненых у них людей наблюдается снижение. И также наблюдается основной у нас показатель нашей эффективности работы – это снижение числа погибших в этих ДТП. Значит, по итогам периода января-февраля 2024 года преобладающими видами ДТП явились такими, как наезды пешеходов. Таких у нас ДТП произошло 43, при котором один человек погиб, 42 ранены. За аналогичный период прошлого года на территориях городского округа Самара было 68 наездов. Соответственно, 3 человека, в которых погибли, 66 были ранены. То есть, наблюдается здесь тенденция к снижению данного вида ДТП и, к счастью, снижению количества раненых у них людей. Кстати, Сергей Александрович, вот знаете, такой вопрос тогда у меня возник. Вот вы сказали, что наезд на пешехода – это самое такое частое нарушение дорожного движения. Причем это, наверное, одно из самых страшных, потому что с одной стороны автомобиль, с другой стороны человек. По сути дела. Но тенденция к снижению аварийности – вот это что? Все-таки у нас люди начинают более аккуратно ездить и более уважительно относиться к пешеходам, то есть заранее сбрасывать скорость и так далее. Тем более зима же, как раз январь-февраль, тяжелые на самом деле месяцы. Ваше мнение как эксперта? Ну, здесь мое мнение будет стоять в том, что, ну, во-первых, я надеюсь, да, это связано с тем, что, во-первых, так называемые водители, да, дисциплинировались. В свою очередь, пешеходы также начали проявлять бдительность, когда приводят переходы… Важная, важная деталь. Да, согласен. Когда переходят дорогу по пешеходному переходу, здесь неважно, порегулируем, нерегулируем пешеходному переходу. Самое главное, чтобы в этом процессе пересекания проезжей части водитель и пешеход друг друга понимали. Как бы водитель понимал, что человек хочет перейти дорогу, пешеход должен понимать, что водитель его пропускает. И я считаю, что если это вот на самом деле все так, то это очень хорошо, это положительный момент, которого достигает и цель органов госавтоинспекции достичь вот этого взаимопонимания между водителем и пешеходом в данной степени. Ну и, наверное, знаете, какой-то элемент уважения определенного друг к другу. То есть, как бы, с одной стороны, пешеход, вы очень верно заметили, что пешеходы стали более правильно себя вести. Ведь, насколько я помню, в правилах там сказано, что пешеход, когда он переходит, он тоже должен убедиться, что водитель может остановиться. Я просто сейчас как водитель рассуждаю вот здесь. И есть такие моменты, ну, если зима скользкая дорога, и вот человек начинает быстро бежать, понятно, что водитель, конечно, будет виноват, но пешеходу от этого тоже легче не будет. Да, совершенно верно. Ну, тут еще немаловажно важный фактор является то, что у нас в рамках президентской программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у нас сейчас пешеходные переходы оборудуются так называемыми умными светофорами. Это при котором, например, запрещается либо левый поворот, либо правый поворот, когда у нас для всех водителей, для всех транспортных средств одновременно горит. Красный сигнал светофоры, а для пешеходов зеленый. Где у нас исключается пересечение водителей с пешеходами. Это тоже немаловажный фактор, я считаю. И когда у нас, ну, может быть, заметили по городу, когда едят, особенно по Победе. Масленникова Мичурина, например, вот такое есть. Да, да. Масленникова Мичурина. Когда у нас, может быть, со встречной полосы быть ДТП. У нас был такой случай, одна же, что когда был ДТП вроде между двумя транспортными средствами, после которого одно транспортное средство отлетело на пешехода. Но его спасло только то, что, во-первых, он стоял на свой красный. И, во-вторых, были барьерные ограждения, которые уберегли его от неминумия, наверное, гибели. Вот так можно сказать. Ясно. Ну, вот, а какие еще, вот вы сказали, вот, да, значит, наезд на пешехода, другие виды нарушений какие? Ну, основным видом у нас также является ДТП – это столкновения. Таких у нас было зарегистрировано 67 столкновений. К счастью, у нас там было ноль погибших. Но при этом, при всем, 111 человек получили ранения. За аналогичный период прошлого года таких столкновений было 79. К счастью, тоже погибших не было. И пострадавших было 108 человек. То есть здесь мы наблюдаем тоже снижение в количестве такого вида дорожно-транспортного происшествия. Ну, вот если говорить о профилактике, вот профилактическая работа, какая ведется вот сейчас, вот, чтобы снижать? Ну, вы сказали, что, вот, что касается пешеходов, да, это работа с системой регулирования дорожного движения, которая уменьшает, скажем так, контакт пешехода и водителя. Вот какие-то еще, какие еще работы? У нас периодически, в зависимости, то есть мы проводим анализ аварийности. В зависимости от дня недели мы смотрим, когда у нас в основном происходили, например, там, ДТП, связанные с выездом на полустречного движения, ДТП связанные с наездом на пешеходов, на регулируемых пешеходов, на нерегулируемых пешеходов. В зависимости от этого мы в данные часы выставляем, значит, экипаж ДПС, который с включенным проблесковым маяками в течение минимум одного часа у нас профилактирует данный участок, данный перекресток. С целью, соответственно, исключения и избежания именно в нем дорожного транспорта происшествий. В соответствии, значит, с этим, это касаемо перекрестков. Что касается наездов на пешеходов, то же самое. Мы стоим заблаговременно перед, значит, пешеходным переходом, где путем обращения на себя внимания, либо включенными проблесковыми маяками, также у нас форма сейчас, как и всегда, это имеет, ну, внесена яркая... Светоотражающая функция в ней внесена. Да, также это обращает внимание на себя водители, которые также снижают скорость перед тем или иным пешеходным переходом, ну, и, соответственно, перед перекрестком, что, я думаю, также является существенным профилактическим методом. Ну, плюс нам еще помогает, это так называемый центр автоматической фиксации административных правонарушений, которые практически все у нас перекрестки у нас оборудованы. В первую очередь, которые были очаги аварийности, у нас оборудованы камерами. То есть, видеофиксация. Да, камеры, видимо, фотофиксации, которые у нас фиксируют такие нарушения, как поворот, например, налево или разворот с той полосы, где это запрещено, либо проезд на красный сигнал светофоры, либо проезд стоп-линии, ну, и так далее. Ну, да, это дисциплинирует, это я могу точно сказать, как водитель, вот я тоже, как бы, ну, заметил, что мы все стали намного-намного-намного аккуратнее вести себя на перекрестках, особенно если знаешь, что там есть камера. Детское кресло в машине не прихоть инспектора, а возможность защитить жизнь и здоровье ребенка в случае ДТП. Контрольные рейды ГИБДД «Самара» проводят почти каждый день. Выясняется, что даже в том случае, если кресло установлено, родители не всегда следят за тем, чтобы ребенок использовал его правильно. Зачастую сотрудники госавтоинспекции выявляют факты нахождения ребенка в кресле, но не пристегнутом в ременном безопасности. А, как знаем, главная задача детского удерживания устройства – это безопасность при передвижении. За данное нарушение водитель привлекает к административной ответственности и накладывается штраф в размере 3000 рублей. Сотрудники госавтоинспекции проводят разъяснительную работу среди родителей и напоминают, что пассажиры в возрасте до 7 лет должны перевозиться только в автокреслах, сертифицированных и соответствующих возрасту, весу и росту. Автокресло в случае аварии позволяет защитить ребенка от травм и снизить тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия. Если ребенку уже есть 7 лет, он может ехать пристегнутым ремнем безопасности, но только на заднем пассажирском сидении. Госавтоинспекция города Самара убедительно требует водителей не нарушать правила дорожного движения, перевозить детей в специальных удерживающих устройствах. Обращаясь к родителям, водителям, сотрудники ГИБДД напоминают, с раннего возраста необходимо приучать детей соблюдать ПДД и не забывать, что личный пример самый действенный. Сергей Александрович, ну вот этот сюжет, он касался детских удерживающих устройств. А это как бы, ну, один из важнейших элементов профилактики детского травматизма на дорогах. Наверное, одного из самых важных таких элементов. Вот расскажите сейчас, как ситуация обстоит с детским травматизмом на дорогах города Самара? Какие основные нарушения, какую профилактическую работу вы ведете? Да, соглашусь. Данное направление нашей работы и в целом вообще ситуация, которая у нас происходит, она у нас находится на контроле в ГАИ России. Поэтому ситуация у нас складывается таким образом. Значит, за отчетный период 24-го года на территории городского города Самара у нас произошло 15 ДТП с участием, значит, детей. Значит, в 23-м году таких ДТП у нас произошло 16. Значит, из 15 пострадавших в 24-м году детей, значит, 9 пострадавших являлись пассажирами. Один пострадавший находился в салоне трамвая, держась за поручень. Двое пострадавших находились в салоне автомобиля, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Один пострадавший перевозился без детского удерживающего устройства. Пять пострадавших перевозились в автомобили, пристегнутые с помощью детского удерживающего устройства и штатных ремней безопасности в соответствии с возрастом. Шестеро пострадавших являлись пешеходами. В момент ДТП они находились без сопровождения взрослых. Значит, в 24-м году по неосторожности детей зарегистрировано всего лишь одно ДТП. К счастью, за этот отчетный период у нас погибших детей нет. Еще раз, к счастью. Значит, проведен анализ в связи с тем, что большинство несовершеннолетних в момент ДТП находились без сопровождения взрослых, что и поспособствовало их выходу на проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода. Значит, по каждому дорожно-транспортному происшествию, связанному участникам, которые являются дети, в обязательном порядке проводится проверка. И по каждой проверке, по каждому ДТП у нас направляется информация в образовательные учреждения. Соответственно, сотрудниками госавтоинспекции, которые закреплены за теми или иными образовательными учреждениями, проводятся профилактические беседы по безопасности с дорожным движением, проводятся профилактические мероприятия. По ДТП, произошедшим по неосторожности несовершеннолетних, также направляется информация в образовательные учреждения, в департамент образования и в отделение по делам несовершеннолетних, где проводятся проверки уже, в свою очередь, образовательных учреждений, в ходе которых дается оценка работе педагогического состава по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Вот как раз у нас была комиссия по безопасности дорожного движения на прошлой неделе при главе администрации городского округа Самары. Там как раз был заслужен представитель департамента образования по поводу того, как произошло ДТП с участием ребенка из этой организации. Знаете, здесь, наверное, важнейший вопрос, прошу прощения, что перебил, это работа с родителями, потому что как-то не воспитывая ребенка в школе, но если, простите, мама, папа, бабушка и дедушка переходят дорогу на красный свет, то все это воспитание умножается на ноль, потому что, ну, ребенок берет пример с родителей. Согласен, у меня самого ребенок, сын, 10 лет, и как бы я его, в первую очередь, ну, как бы научил. Что как бы ни хотелось, на красный свет идти нельзя. Да, и посмотри налево, посмотри направо, убедись еще раз, посмотри налево, никого, если... Ну, все, иди, переходи, ну, потому что это, если уж меня он не будет слушаться, тогда зачем такое воспитание? Да, тогда учитель он точно не будет слушаться, конечно, я с вами согласен. Совершенно верно. Я с вами согласен абсолютно. Вот не могу не задать тоже этот вопрос, если произошла авария сейчас в среднем, какое время прибытия экипажа ДПС на место аварии, на место ДТП? Я понимаю, что там, насколько я знаю, нету каких-то вот стандартов, или все-таки есть? Ну, непосредственно, когда происходит дорожно-транспортное происшествие, мы реагируем вообще на все дорожно-транспортные происшествия, связанное там, с различными условиями, неважно, на все мы реагируем. И стараемся в максимально кратчайший срок прибыть на это дорожно-транспортное происшествие. Ну, как правило, мы сделали, провели анализ, статистику, ну, в большинстве случаев у нас время прибытия на ДТП это 20-30 минут. То есть, с учетом того, что это у нас город-миллионник, и у нас иногда порой доходит количество ДТП, если, ну, в зимний период, когда у нас снегопады были, у нас под 200 ДТП доходило с материальным ущербом, где не пострадали люди в сутки. Вот. Сейчас в среднем это 100-110 ДТП в сутки, на которые мы, соответственно, на все реагируем, на все стараемся выезжать. Вот. Но, соответственно, у участников ДТП по пункту правил 261 есть обязанность, по которой они, если с соблюдением определенных условий, если нету, ну, например, нету пострадавших, Если не более двух участников, если ДТП не со скрывшимся, если ДТП, соответственно, с пострадавшими, они имеют право сами, еще раз напомню, под пункт правил 261, Сами зафиксировать дорожные транспортные происшествия путем фотографирования, путем они могут взять листочек, нарисовать эту схему. Да. И приехать в ближайший отдел полиции, в ближайший, в данном случае, батальон полка ДПС. Напомню, это подразделение 1-го батальона полка ДПС, это Александр Матросов, 153, и 2-й батальон полка ДПС, это Московское шоссе 126А. Соответственно, там у нас осуществляется оформление всех дорожных транспортных происшествий. То есть то, что называется Европротокол? Ну, да, Европротокол, но еще есть один момент такой, когда у нас люди согласны со своим нарушением. Важный момент, да. То есть есть четкое понимание, кто прав, кто виноват. Если ущерб не составляет 100 тысяч рублей, либо есть на телефоне установлено приложение участников движения, называется Европротокол, то там уже увеличивается сумма выплат до 400 тысяч. Тогда они, минуя органы ГИБДД, органы полиции, без сообщения этого всего, они оформляются и разъезжаются в свои страховые компании. Все. То есть даже в ГАИ ехать не обязательно? Даже в ГАИ, не обязательно даже уведомлять об этом всем. Ясно. А вот если как бы есть сомнения, тогда надо ехать и уведомлять? Да, конечно, если есть сомнения, но у большинства, у 70% есть сомнения. Это, как правило, спорный момент всегда. Каждый считает, что он был прав, а вторая сторона, как правило. Некоторые перестраховываются. Даже если он, например, прав, а тот не прав, но все равно кто прав, вот надо убедиться, что я прав, или тот, кто не прав, надо убедиться, что он не прав. Поэтому в любом случае нужна консультация определенная сотрудников ГИБДД, чтобы сославшись на тот или иной пункт правил, можно было все закрепить. Но как бы на место вызывать не обязательно, то есть достаточно, как вы сказали, зафиксировать, сделать фоторяд и, соответственно, нарисовать схему, а там уже сотрудник полиции, как бы он уже разберет ситуацию. Да, да, но опять же, я говорю, здесь должно быть несколько критериев быть. То есть не соскрывшимся, участники согласны с этим. И нет пострадавших. Нет пострадавших. Но в обязательном порядке нужно сфиксировать и убрать с проезжей части, чтобы не мешать потоку транспортных средств. А после этого надо убрать машину. Конечно, в обязательном порядке, чтобы у нас коллапсы, которые у нас и так постоянно, говорит Самара, существуют. Ну, к сожалению, да, пробок-то хватает, но машин много, на самом деле. Да. Что уж там говорить. Люди жалуются, что живут плохо, но машин становится все больше и больше. Это так маленькая ремарка. Да, есть такая тенденция. Маленькая ремарка. Сергей Александрович, мне подсказывают, что время программы подошло к концу. Большое спасибо за интересную, насыщенную, содержательную беседу. Обязательно увидимся еще, потому что, на самом деле, безопасность движения. Но это важнейшая составляющая. Напоминаю, в нашей студии был Сергей Шипелев, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Самара. Подполковник полиции. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова